всем здравствуйте мы будем с вами сегодня смотреть расклад на тему легко ли вам говорить о своих чувствах разберемся немножечко в этом вопросе потому что очень много людей последнее время помимо того что закрываются вообще сталкиваются с тем что сложно высказывать сложно высказывать то что чувствует у каждого свои причины и в этом мы будем с вами разбираться так работать будем на колоде таро неба и земли так позицию выйти перед собой мы с вами приступаем отодвигаем эти позиции номер один голубенький камешек и смотрим единички легко ли вам говорить о своих чувствах сама карта говорит за себя четверка мечей сейчас уточню просто каких чувствах смотрите здесь речь идет о том что в принципе сказать вам о своих чувствах даже если это посторонний человек не так сложно но есть огромное но о каких чувствах если здесь речь идет просто когда кто-то вас может спрашивать там что ты чувствуешь сейчас вы скажете а я там переживаю и можете так поверхностно допустим там рассказать о своей ситуации о чем вы переживаете но если речь идет о каких-то чувствах глубоких например к вашему там партнеру либо к человеку которого вы цените который для вас является авторитетом да то есть уважаемый почитаемый человек а то здесь велика вероятность что вы как будто бы скрываете свои чувства опять же таки скрываете чувство не потому что боитесь рассказать а здесь вот как будто бы какая-то как-то вот вы его защищаете от своих чувств либо охраняете как-то своих чувств либо здесь если присутствует такое ощущение неуверенности что вот вы не уверены если вы раскроетесь перед другим человеком что ему это надо я не чувствую здесь человека который боится раскрываться здесь человека не будет раскрываться и говорить о своих чувствах когда он пребывает в какой-то сложной ситуации для себя то есть вот чтобы поделиться какой-то болью своей до либо нерешенной ситуации здесь больше человек держит в себе но если это вот какие-то позитивные моменты то есть например выразить свою любовь выразить какую-то вот свою радость то то это да здесь вы выражаете каким образом вы выражаете свои чувства очень ярко ярко вы можете выражать но не так много вот смотрите здесь равно выступает две двойки до двойка пендакли и двойка жезла то есть момент какой-то вот избирательности он все равно присутствует либо это избирательность по отношению к человеку либо это избирательность ваших чувств то есть что именно и кому именно вы будете показывать и говорить в чем причина в чем причина такой избирательности паш пендакли здесь может быть некая такая неуверенность с одной стороны здесь когда человек не не то чтобы обесценивать себя а он как будто бы оценивает вот все происходящее через призму того что а кому это надо ну то есть насколько этому человеку важно если я там не знаю покажу ему свою любовь когда я вижу что он как-то вот холоднокровно относится то есть когда вы не видите обратной связи когда не видите вовлеченности вас тогда как правило вы как человек не открываетесь здесь паш пендакли говорит о человека которому с одной стороны есть вот это вот неуверенность на потому что я только вот как будто бы познаю ценность самой себя либо самого себя на данный момент когда что-то такое раскрываете а с другой стороны здесь очень важно чтобы не произошло обесценивание вот это скорее всего единственный такой страх который вы не готовы принять то есть вам выразить и сказать не сложно но главное чтобы это не обесценивали есть еще какая-то причина почему там выговорить но показывать свои эмоции либо не показываете смотрите королева пендакли говорит о том что вы можете показывать свои эмоции говорить о них да о своих чувствах выражать если ну то есть вам проще скорее всего будет это формате заботы когда вы заботитесь о ком-то тогда вот вам проще высказывать также вы можете показывать свои чувства партнерам с людьми с которыми вы например являетесь коллегами работаете но это люди они должны быть очень вам близки то есть что-то вас должно объединять либо какие-то обязательства то есть что-то единое похоже оно должно присутствовать то есть это не любому коллеги вы сможете сказать а вот когда вот вы как раз таки чувствуете что вас объединяет что-то либо одно дело какое-то не знаю может быть работаете над каким-нибудь проектом вместе да и вот момент работы вы можете там выражать свои чувства я не знаю вокруг стола за бутербродами и чаем да как вот подсмеиваться друг над другом да то есть вы можете позволить себе ну в кавычках фривольности я но в контексте вот какой-то заботы да то есть здесь идут идут мне шутки шутки какие-то такие подколки но опять же таки в силу того что что-то вас объединяет есть что-то единое с этим человеком в контексте какого-то дела либо какой-то ценности общей какой-то какая-то обязанность у вас есть давайте посмотрим еще когда вы можете выражать свои чувства легко ну вот тогда когда вы на коне тогда когда вы находитесь в балансе и в гармонии когда вы уравновешены то есть вот когда вас ничего не отвлекает когда в принципе у вас хорошее настроение а вот когда у вас плохое настроение умеете ли вы это выражать хотя я сказала что нет но все равно ну нет вот видите вы закрываетесь по четверке куров вы закрываетесь вы скорее всего человек который в трудные минуты закрываетесь и держите все в себе а вот когда вам хорошо да тогда вы можете вот прям очень щедро делиться прямо заботиться любить то есть у вас у вас это есть у вас то есть такая у нас была первая позиция небольшой такой раскладик так позиция номер два красненький камешек двоечки смотрим вас легко ли вы говорите о своих чувствах десятка мечей роли мечей интересный момент почему потому что двойки в принципе у меня эмоциональная но здесь показано так сори собаки мои легко ли вы говорите да нет нет мне здесь вот видите десятка мечей король мечей не указывает на на эмоциональности мне сразу хочется спросить а почему почему вы не окей солнце чем нам здесь солнце гордяне совсем понимаю о чем горит солнца дьяволе говорит так что я должна из этого понять что я должна из этого понять я не понимаю что здесь показывает так еще раз уточнили великим органом что мне здесь показывают дороль жеслов почему вы не говорите да и не знаю почему вы не говорите какая-то здесь многоликость есть и солнце какая-то детскость присутствует не но дева может указывать здесь на страхе однозначно я поняла здесь может быть такой момент что вы боитесь может быть здесь какой-то конкретный человек загадан вами не знаю но здесь такой момент что вот вы как будто бы боитесь если вы проявите вот эту вот свою яркость свои эмоции да свою какую-то детскость открыто щедрость то что-то закончится вашей жизни да и наступят перемены а вы вот этих вот перемен боитесь и не хотите ну то есть допустим если вас интересует какой-то человек и вы выскажите то что вы чувствуете по отношению к нему то вы боитесь что возможно этот человек отвернется от вас и уйдет вот либо здесь есть второй вариант да что тоже связано со страхом что что-то поменяется вы выскажите какие-то чувства свои по отношению к человеку что-то изменится да то ситуация изменится так или иначе и потом вам нужно будет как будто бы самостоятельно решать по поводу того как вам дальше двигаться вот в каком направлении то есть нести потом ответственность здесь скорее всего вы тот человек который в ответ на какие-то чувства эмоции переживания другого человека можете сказать о своих то есть самостоятельно как-то пойти и сказать нет потому что вот вы боитесь перемен это знаете такой такая метафора сейчас пошла в потоке о том что где-то в углу сидит человек да наблюдает за ездное за каким-то своим парнем дали бы за каким-то человеком которого он любит вот то как он живет что у него жизни происходит и вот как-то все стесняется подойти и сказать что ты знаешь ты мне нравишься то есть предпочитает как-то вот в сторонке страдать либо наблюдать нежели совершить какие-то действия и пойти вот не знаю признаться допустим своих чувств здесь человек будет скорее всего находиться в пассивности потому что выражение чувств она каким-то образом его убивает а почему вот почему потому что есть какие-то рамки ограничения что вас сдерживают сдерживает ваши чувства то есть знаете есть какие-то убеждения которые вот вот как раз таки и дьявол он тоже про это говорит помимо страхов он тоже говорит про какие-то ограничивающие убеждения что это за ограничивающие убеждения которые не дают вам возможность пойти и поговорить как-то высказать до свои эмоции человеку посмотрим что здесь за эмоции покажут убеждения а здесь возможно какие-нибудь убеждения если это императрица по поводу того что я не знаю либо я недостаточно хороша либо если это касается любовной тематики то здесь может быть человек того кого вы загадываете находится в каком-то статусе вот и куда я туда полезу то есть высказывать свои чувства либо скорее всего не 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 дать обесценивание то что недооценивание обесценивание себя все такое чувство что я недостаточно в чем-то хорошо да куда я куда я полезу либо здесь может быть не то что недостаточно хороша а вот я вся вот такая романтичная но кто на меня посмотрит то есть вот как будто бы ваш образ он не вписывается в общепринятую систему и вы заранее себя как-то обрекли на то что ну вот на вас никто не посмотрит что еще здесь за убеждение человека неуверенного вот неуверенного сомневающегося вот опять же таки в силу своей эмоциональности теперь пазл у меня сложился потому что я знаю что двойка которые выбирают люди которые выбирают вторую позицию не как правило эмоционально тут вдруг неожидание не умеет точно не умеет а боятся боятся высказывать свои чувства на говорить о своих чувствах так это была вторая позиция солнышком перекрою и позиция номер три зелененький камешек смотрим троечки легко ли вам говорить о своих чувствах ваш кубков вы высказываете свои чувства но здесь вот какая то такая форма должна быть только знаете когда когда вас кто-то воодушевит что ли вот когда вы внутри себя как будто вы почувствуете что вы хотите это сделать потому чтобы пажу кубков у меня идет какой-то знаете такой израненный человечек в контексте именно эмоций который может излечить эмоциональную составляющую другого человека а себя как будто бы нет то есть он может поддержать других людей а себя вот свою сторону как будто бы нет и коли вы говорите о своих чувствах ну отшельник видите в принципе не высказывает у меня такое чувство что вот вы можете как-то на бумаге на бумаге высказывать то что вы чувствуете то что вы вот прям причем знаете ваши чувства они должны быть глубокими то есть это вот какие-то философские может быть высказывания либо какие-то вот размышления жизни о любви о дружбе но вот здесь вот как будто бы идет написано на бумаге не не словесно а вот как-то где-то это зафиксировано может быть вы пишете свои мысли то есть вот у меня такое тоже идет причем пишите очень много но это не один-два абзаца это вот как-то знаете обстоятельно подробно как-то вот погружаетесь в этот процесс то там вот вы можете высказывать о своих чувствах легко ли вы еще говорить о своих чувствах а если эти чувства имеют какое-то отношение вот к соревновательному вопросу до либо к вопросу конкурентность конкуренции либо вы высказываете на эти когда знакомитесь с человеком идет процесс притирки вот тогда вы можете говорить но это вот как раз кид на бытовом таком уровне чтобы люди друг друга понимали еще легко ли вы говорите о своих чувствах рыцарь мечи вот ваши чувства они каким-то образом переходит в мысль я не знаю то есть вот наверное вы хотели бы сказать что я чувствую а говорить вот я думаю так на и потом начинаете как-то рассказывать пояснять свои чувства здесь больше акцент на мыслительный какой-то процесс либо если это чувство они в знаете как будто бы сказанное в горячах то есть какой-то конфликт например вы не высказывали человеку не говорили что вы его любите а потом наступил какой-то конфликт вы начали ссориться и как-то в полу вот этой битвы этой баталии да вы говорите человек о том что блин неужели такой дурак и не понимаешь что я тебя люблю и человек немножко шокирован потому что но он от вас никогда не слышала тем более вы говорите не в какой-то романтичные такой обстановке вот какой-то именно перепалки то есть вот здесь выражение чувств идет через не то чтобы через агрессию а вот как-то ну не совсем уместно то есть здесь не в романтике идет идут эти выражения так почему давайте теперь посмотрим почему почему вы не говорите о своих чувствах десятка же трудно это для вас прям вот очень-очень трудно а в чем заключается трудность сложность потому что знаете чувства для вас они имеют вот такую большую важность это вот ваш фундамент то есть вы относите скорее всего той категории людей которые слова люблю скорее выражая через заботу нежели через слова но если вы говорите то есть так категория людей которые говорят люблю один раз хочется сказать и на всю жизнь то есть не не так часто говорить о своих эмоциях а ну либо своих чувствах а вот здесь вы им придаете большое значение либо считаете что ни к чему это выражать лучше я тебя покажу на практике то есть вот зачем эти слова слова я лучше на примере тебя покажу в чем еще да почему скорее всего вам сложно говорить потому что для того чтобы вам раскрыться по рыцарю кубка вам нужно близость вам нужно вот это вот чувство что я могу тебе довериться что мы с тобой на одной волне и только тогда я тебе смогу раскрыться то есть как правило вы тот человек который не показывает своего истинного лица ходит за некой такой маской причем чаще всего это маска хладнокровного человека либо какого-нибудь такого без эмоционального но это не так это не так что у вас внутри происходит тройка жезлов ну вот вы смотрите вы человек который смотрит на перспективу то есть если смысл до раскрыться кому-то что-то сказать вы заранее как будто бы то чтобы предугадываете а смотрите в будущее что чтобы потом как-то не пожалеть вот как-то через через логику идут ваши эмоции они идут как-то через логику а почему они идут через логику ну вот потому что император понимаете то есть первую очередь вы как будто бы себе должны себя должны убедить что вам это надо и только потом вы сможете каким-то образом сказать про это другому человеку вообще в принципе император это не тот человек который оперирует эмоциями да это тот человек который больше опирается на на логику на сухие какие-то факты выводы вот поэтому я сказала что вы человек больше ориентированный на поступки нежели на слова и здесь это не связано с прошлым опытом а здесь это скорее всего ваш характер такой то есть обычно бывает какой-то опыт который меняет человека до человек закрывается в вашем случае не про это вашем случае как раз ки про то что вот как будто бы вы родились такими да то есть вы не не совсем показываете вообще интересное такое что вот прям все три позиции как-то если показывает и какой-то вот далеко небольшую своих чувств интересно интересно это была у нас третья позиция хочу поблагодарить вас за просмотры за то что остаетесь со мной всем хорошего настроения хорошего дня если вы смотрите расклад утром заряда вам энергии всех обнимаю пока пока